Во-первых, вот этот вполне натурный череп человека, поскольку со мной ее откапывали, поскольку знают, что у нее есть череп. Это из некрополя самой северной греческой колонии у нас в России, греческого полюса Танес, который находился недалеко от Ростова на дону современного, уже в дельте, самый нижний дом. И вот это очень интересное было погребение, про него действительно много известно. Так, желающие есть? Я. Хорошо. Рекомендую фронтальную спереди. Так, значит, замкнули черепную коробку, чтобы у вас была перспективная красота. Так, что будут видны и темные гости на фронтальном взгляде. Кто его не рисовал, я знаю, что вы прошлый раз рисовали. Это череп, зеленый череп, аэш-морской. Так. Ну, на самом деле, вполне можно попробовать крупноразмер натуру, в этом случае разумеется. На коже ставится не на купарку, где вы работаете, потому что только дистанция должна быть, только в этом случае можно засечь. Итак, желающие, пожалуйста, череп взрослого бока. Ага, у вас череп бобра, совершенно запросто можете его брать. Так. Значит. Что череп отцовок, не рисовал пока? Так, не рисовал. Думаю, что вы не рисовал, не рисовали. Ну, давайте, это череп лисички. Вот с этой стороны. Сбоку. Да. Видит? Против. Любители меня есть? Это я вам в прошлый раз не показывал. Это кассета с мелким костным материалом, а здесь всякая любопытнейшая мелочь. Ну, во-первых, вот птичьи черепа. Вот это большой бакуан, это серебристая чайка. Это серая цапля. Так. Во-вторых, вот череп... Да, вот это конюк, маленький орел. Значит, вот черепа андатор. Так, вот череп мяка. Вот это череп норки. Такой пушной зверь. Есть. Так, ну, это уже... Показать покажу, брать не советую, очень трудно рисовать. Сверх миниатюрные, ребята. Вот это крот. А вот это летучая мышь. Как вы видите, совсем малюсенькие. Да, конечно. Да, конечно. Значит, без оптики, без фиксированной линзы, лупы, рисовать такого размера, конечно, просто глазами трудно. Здесь же нужно дополнительное приспособление. Так. Так что, если есть желание на птичий материал или на грызунов, пожалуйста, берите. Вот этой рельки достаточно теплей. Не то, чтобы их золото. Но не то, чтобы... Сейчас, встречающийся зверь. Сейчас покажу секунду. Так. Так. Тут дрылся моя коллекция, без меня. Что у тебя плохо. Ух-ух-ух-ух. Ладно, найду, походу я вам покажу. Череп Росомахи. А кто знает, что это такое за Росомаха? Кто в его родственниках? Медведь. Ни в коем случае. Медведь. Медведь это хищник. Енот. Нет, и не енота. Рыс. И не рыся. Посмотрите, вы последовательно перебрали разные группы хищников. А Росомах из другой. Эй, выдра. Выдра, да. Хорек, куница, колонок, горностай, ласка. Значит, самыми крупными, а общее название группы, уньи. Самая крупная, как раз, Росомахи. И, пожалуй, на втором месте, бурсуки. Так. Ну, вот, череп Норки. Когда найду череп Росомахи, покажу. Увидите, что устроен, принципиально, так же. Тут размер не был совсем. Так. А это кто, с вашей точки зрения? Хорек. Давайте смотрим. Хорек и Норка из одной группы. Пропорции черепа более-менее сходны или нет? Нет. Знаете, какой вытянутый назад, мозговой, мозговая коробка, какая вытянутая назад, у них. А у этого, это она кругленькая, почти шарик. А-а-а. Выдра еще. Выдра тоже рыч, Норкинг. А-а-а. Вот, если сравнить, смотрите, резко укороченные носовые кости, намного круче вот так состоится. И сжатая, сплюснутая сзади, затылочная часть. При этом череп высокий. Кошечный. Вот это кошачий череп. Коротко-челюстной. Ну, для сравнения, лисичку я вам показывал. Ну, да-да. Ну, посмотрите, вот черная караканочка. Совершенно другие пропорции у псовых. У псовых при одинаковой, на самом деле, вот здесь объем мозговых капсул примерно одинаковый. Но посмотрите на глину челюстного отдела. У псовых. Разумеется. Длинномокная. Так. Хорошо. Ну, что ж. Ну, давайте, собственно, разбирайте сами. Кому что нравится. Серый тюлень – это Нерполь. Давайте. Так. Фиксатор пустили, но и нужно. Ага. Сейчас, секунду. Только помните, что потом карты вычистить до полного исчезновения святого подстреления. Так. Спасибо.